Не обладает пожарная тревога. Срочно в первом подъеме с помещением. Нет, это не настоящий сигнал тревоги. Это стандартная проверка системы оповещения школы в случае пожара. И одно из направлений оценки готовности образовательных учреждений к новому учебному году. А этим летом формат проверки изменился. Её усилили в два раза. Необычный формат приёмки продиктован ранним запуском, а может быть поздним запуском летней оздоровительной кампании, потому что он планируется с 1 августа. И мы решили, чтобы не дёргать директоров школ, провести два в одном. Это проверку готовности к оздоровительному периоду, к лагерям, деятельности лагерей, ну и, соответственно, к новому учебному году. Школы будут все. Это 20 юридических лиц, 25 объектов, которые подлежат организации летнего отдыха. Ну а так все 90 объектов системы и 60 юридических лиц, которые находятся на территории муниципалитета. Межведомственная комиссия приступила к работе 27 июля. Школы и детские сады проверяют комплексно на пожарную и антитеррористическую безопасность, соблюдение санитарных требований, норм охраны здоровья, готовность к образовательному процессу. Мы проверяем наличие всей необходимой документации, которая нужна по ведению работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. То есть это документы, которые регламентируют эту деятельность, планы на новый учебный год, приказы о закреплении ответственных лиц и так далее. Ну и смотрим, как оборудовано здание именно по линейке БДД. До 1 августа проверку пройдут все школы и детские сады. 29 июля комиссия побывала в школе номер 13. Это одно из самых больших комплексных городских учреждений. На территории в 10 гектаров находятся два школьных здания, детский сад, студия творчества, большая спортплощадка. Школа полностью готова к работе и к устранению замечаний комиссии. Нужно будет уточнить вопрос по наружному противопожарному водоснабжению. Основное здание школы 13 на Чернышевске, 47, там две личные клетки запасные. На первом этаже там захламление горючих материалов. И также на одной личной клетке, на площадке между первым и вторым этажей, там окно отсутствует, там заделана полностью стена с терпичом. По мнению комиссии, в целом городские учреждения образования хорошо подготовлены к работе. Это результат совместного труда педагогов, сотрудников школ и детских садов, родителей. Но проверка позволяет оценить и фундаментальные проблемы. Каждое здание требует своего индивидуального подхода. Мы понимаем, что есть проблема с кровлей, есть проблема со спортивным залом. То есть нам хочется, чтобы все было красиво, и чтобы мы зашли и сделать, как говорится, под ключ. Поэтому нужно смотреть не только точечно, чтобы отремонтировать там, допустим, какой-то один фрагмент, а нужно это сделать комплексно. Вот тогда мы увидим результат, я думаю, это оценят и родители, и дети, соответственно. Посмотрели с территории, мы видим, что не хватает спортивного комплекса, мы видим, что нет для крупной такой школы хорошей спортивной площадки, футбольного поля, наконец-то правильного, да, стандартного, каких-то гимнастических, тренажерных моментов. Поэтому вот это сейчас мы тоже этим вопросом будем заниматься, и понимаю, что нам надо какое-то время для подготовки проектно-смертной документации, чтобы потом входить в какие-то программы. Но этим надо заниматься, и это обязательно будем делать. Выявленные в ходе проверки замечания устранят в кратчайшие сроки. Нужно торопиться. 1 августа школы начнут работать. Пока в режиме летних лагерей. А через месяц начнется учебный процесс. Как обещают власти, в очном режиме.